Продолжение следует... Я лягу в соседней комнате, а ты спокойно спи здесь. Продолжение следует... А что будешь делать, когда закончишь университет? Нельзя же всю жизнь проводить в барах и развлекаться симпатичными спортсменами. Я? Я Савджи. Ты спортсмен. Разве тебе к лицу напиваться по барам и клеить девушек, рассказывая о своих победах? Ты на что намекаешь, хам? Постой, постой. Послушай, братан. Стой, прекрати! На помощь! Клеить девушек, рассказывая о победах? Тихо, тихо, успокойся! В чем дело? Прекратите! Отойди от меня! Илья, ты в порядке? Хватит, отпусти! Все, все! Я в норме. Скажи спасибо, что парень смягчился и забрал заявление. Скажи мне, что будет, если о твоих скандалах узнает Федерация? Ты национальный спортсмен. Ты женатый человек. Что ты делал в баре? Зачем ты путаешься с девушками? Кому я рассказываю? Скажи мне, это сколько же надо выпить? Я могу отоспаться в КПЗ? Очень спать хочется. Конечно. Приходите и забирайте его в КПЗ. А меня на утро выпустят, комиссар? Я просто посплю. Хватит уже нести вздор. Я забыла очки. Мы в сороковой раз открываем и закрываем дверь. Пожалуйста, собери все за один раз. И сама соберись. Ты взяла удостоверение? Десятый раз спрашиваешь. Взяла. Ты гладила вещи. Не забыла выключить утюг? А это сотый вопрос. А ты перекрыл воду в ванной? Надоело. Давай распакуем чемоданы и проведем отпуск здесь. Давай скорее. Автобус уйдет. Пошли. Давай. Дай сюда. Давай, давай. Пошли. Мой симпатичный сынок. Пошли на работу. Асия, скорее выйди в интернет. Твой затеял в баре драку и попал в интернет. Что? Какую драку? О чем ты говоришь? Твой затеял в баре драку и попал в баре драку и попал в баре драку и попал в баре драку. Что я тут делаю? Чего уставился? Приехали. Стой, успокойся. В чем дело? Прекрати драться. Пусти меня. Угомонись. Успокойся. Ильяс, ты в порядке? Хватит, отпусти меня. Все, все, опусти. Он теперь начал ходить по девушкам? Что это за девица с ним? Отец не пришел? Приходил, очень ругался. Потом поехал один отгонять машину. Где ты был? Ты же обещал прийти рано. Тахира, нет, ты в курсе? Хотя бы неделю побудь на работе, умоляю тебя. Али, хватит болтать. Или закопаю на заднем дворе, будешь лежать в могиле неизвестного подмастерья. Возвращайся к работе. Привет. Здравствуй. Как дела? Пойдет. Давай поговорим. Ладно, идем. Кто это? Звонят из федерации. Ответь. Зачем отвечать? В Румынии будет соревнование. Они для этого звонят. Я не собираюсь участвовать. Они не для этого звонят. Они звонят, чтобы обсудить скандал, что ты учинил вчера в баре. Не смотри на меня так. Какой скандал? Видео с тобой бьет все рекорды по просмотрам. А тебе пишут, чемпион затеял драку в баре из-за девушки. Мехмед плачет, ты не слышишь? Хорошо, я достану рыбу и дам ему кашу. Я сам его покормлю. Что такого? Я достала бы рыбу и покормила его. Почему он так разозлился? Что в этом такого? Умершего сына господина Джемшида тоже звали Мехметом. Что? У господина Джемшида был ребенок? И не спрашивай. Несчастный много настрадался. Он не может выносить детского плача. Как это ты не будешь участвовать? А что у тебя осталось? Я зря рисковала всем ради этого. Ты сделаешь это ради меня. Послушай, мой отец даже мои кредитные карточки заблокировал. Ты покажешь миру, что я была права. Все увидят, что я не зря поверила в тебя. Это увидят и твоя жена, и те, кто опозорил тебя в интернете. Ясно? Ты мне обязан. Хелин, я даже мотоцикл отослал на фабрику. Как отослал, так и получишь обратно. Зачем ты возвращаешь его? Он оформлен на тебя. Послушай, я еду в Стамбул. Папе буду делать операцию. Дела на фирме осложнились. Ты должен усердно тренироваться. И через 15 дней ты будешь участвовать в соревнованиях в Румынии как чемпион. Ясно? Ты привезешь мне тот кубок. Ты Илья Савджи. Ты не из тех, кто скитается по барам со всякими дешевками. Приди в себя. Не создавай мне дополнительные проблемы, пожалуйста. Хорошо? Хелин, ты настоящий друг. Только я начинаю скатываться в пропасть, ты тут же протягиваешь мне руку. Возвращаешь меня к жизни, которую я заслуживаю. Спасибо. Я перечислила тебе насчет деньги. Не все так плохо. Частное спонсорство продолжается. Ты привезешь мне тот кубок. Ясно? Договорились. Я побежала. До встречи. Покажи себя. Какое бесстыдство. Мерзавец Ильяс ответит мне за это. Этот безмозглый гад попал в интернет. Я опозорился перед всем участком, папа. Надо мной все прикалываются. Подкалывают меня. Пришел пьяный, да еще и заснул в КПЗ. Медведь. Жаль, меня там не было. Но меня не вызовут. Так как знают, что если я приеду, я размажу его по стенке. Оставь его, брат. Мы с ним теперь живем разными жизнями. Я все равно разведусь с ним. Как это разведешься? А что будет с ребенком? Ты оставишь его без отца? Сестренка, не сходи с ума. Подожди. Какой развод? Если ты расстроилась из-за девушки в баре, то она никто. Она просто тусовалась в баре. В барах такое бывает, правда? К тому же я все разузнал. Девушка ему никто. Барман видел. Парень сидел, а она подошла к нему. Сама навязалась. Девушка, не сходи с ума. Девушки отдыхают И от нас Поняла? Иначе я тебе не дам житья Вот увидишь Не прыгай выше своей головы, госпожа Зихер Я больше вас не боюсь Жизнь это все, что у меня осталось Но благодаря вам я каждый день молю Всевышнего Чтобы он ее отнял у меня Ух ты Держи, брат Я пригнал мотоцикл Ты пригнал? Позвонила Хелин Сказала, отвези на чем-нибудь Но я воспользовался случаем И прокатился Молодец Завтра не мог пригнать? Ты зашиваешься, кажется Я помогу тебе Правда? Я был бы очень благодарен Ни от кого помощи нет Тахир в отпуске Шеф вообще не заглядывает в мастерскую Я выдохся Ладно, ладно, все сделаем Не переживай Ты достал, Али Как маленький Так бывает, когда Тахир уезжает? Я позвоню Хелин Заодно справлюсь об ее отце А что с ее отцом? Алло Я, кажется, ошибся номером Суна, это ты? Что? Когда? К сожалению, он умер под утро Хелин не в состоянии говорить Ей дали успокоительное Врачи наблюдают ее Мы сами не поняли Сказали, операция прошла успешно Хелин позвонила мне вчера ночью Сказала, состояние папы ухудшилось Я сразу же примчалась Спасибо Я скажу, что ты звонил Похороны завтра Повезут из мечети Ташвикия Хорошо Я сейчас же приеду в Стамбул В какой больнице? Ладно Я понял Что случилось? Отец Хелин скончался Я срочно влетаю в Стамбул Хелин очень плохо Я не могу оставить ее одну Я должен ее поддержать Завтра похороны Ладно Мы с умером тоже приедем Тогда я схожу домой И соберусь в путь Давай Ты пришла? Я заждалась тебя У меня для тебя неприятные новости Не хотела говорить по телефону Что случилось? Ты почему такая бледная? Отец Хелин Что? Он умер Что? Ему вчера сделали операцию А вечером стало плохо А к утру Он Это случилось из-за нас, Салиха Да что за глупости Причем тут мы? У него было больное сердце Наши срочно вылетели на похороны Теперь мы пропали, Асия Теперь эту женщину не остановить Она все приберет к рукам Совсем распоясается Вот пройдет 40 дней с похорон И она с радостью откроет кафе и филиал Мы не отделались от нее Она станет крутой Богатенькая владелица компании Одним словом Избалованная городская шлюшка Какая теперь разница? Я и так потеряла Ильяса Теперь уже ничего не изменишь Асия Месяц спустя Чемпион С приездом Спасибо С приездом Благодарю Я пью за тебя, Хелин Спасибо от всего сердца Это твой кубок Итак, господа На чем остановились? Ты говорила о кафе? Да Снова открывайте кафе Филиал и СТО Все карты вам в руки Но это должен быть Самый успешный филиал Запомните Я еще худший начальник, чем папа Я буду безжалостно Я валюсь с ног, ребята Выступал 15 дней Я пойду Мне еще нужно увидеть сына Поезжай, отдохни Мне все равно надо на фабрику Слушай, через пару дней Устроим пышную вечеринку Позовем прессу Пусть увидят чемпиона Они уже месяц Чернят тебя Это будет отличной Пощечиной прессе Да забудь о них До встречи Пока, брат До встречи Я выдохся Я посижу пару минут Ну не смотри на меня так Али, клиент придет к вечеру Не расхолаживайся Все съездили в отпуск Когда шеф вернется из Голландии Я тоже хочу отдохнуть Али Шеф работал 30 лет Он впервые в жизни поехал отдыхать А я Пашу 10-й год А с тобой-то что? Тебе еще нужно поработать 7-8 лет Привет, ребята Чемпион, братишка Как дела? Нормально И в Румынии отличился? Да, я победил Как жизнь? Поздравляю, брат Чаю налить? Давай Молодец Ну вот и пришли Здравствуйте Здравствуй Мы пришли Мы тебя давно не видели Мы закончили дела Решили выпить с тобой чаю Давайте выпьем Я напекла пирогов Чай свежий Только что заварил Мы с ребятами почистили бассейны И я только что освободился Иначе бы раньше пришел А ну-ка иди ко мне Идем, идем Аси, он становится все тяжелее и тяжелее Скоро будет 4 месяца Осталось пара дней Он хорошо набрал веси Местный воздух пошел ему на пользу А как ты будешь держать его зимой дома? Он привык к этим краям в тиши и покое А что, вы разве закроете ресторан на зиму? Раньше он и зимой вовсю работал Надеюсь Но я сомневаюсь, что мы справимся зимой Зимой здесь очень холодно Я поставлю в ресторане огромную печку Запасусь дровами Мехмед не замерзнет Нисколько Правда? Не замерзнет Не замерзнет Не замерзнет К тому же он привык к ферме Ну что он будет делать дома? Он и к тебе очень привык Он улыбается, когда видит тебя Конечно улыбается, естественно А кто с ним играет в ладошки? А ну-ка иди ко мне Picap Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»